Стартовали съёмки первого полноценного фильма по вселенной «Могучие рейнджеры», и вместе с тем стало известно, о чём нам в этой ленте расскажут. Сценаристы, а это Зак Стэнс и Эшли Миллер, работавшие над Тором и Людьми Икс Первый Класс, а также Шуки и Леви, автор телесериала в 90-х, решили особо не усложнять синопсис и взяли за основу оригинальную концепцию тех же самых сериалов, где пятеро школьников становятся рейнджерами и бросают вызов злой колдунье в лице Риты Репульсы, которая угрожает всему городу. Съёмкой занят Дин Израилайт, выпустивший в 2014-м фантастический триллер «Континуум», а премьера целится на 24 марта 2017-го. Забавно, но Леонардо Ди Каприо, так жаждавший заполучить свой вожделенный Оскар за главную роль в «Выжившем», после мероприятия забыл свою золотую статуэтку в ресторане. Когда вечеринка завершилась, актёр сел в поджидавший его автомобиль. Кто-то передал ему бутылку вина, после чего один из сотрудников ресторана, обнаруживший пропажу, подбежал к машине и протянул Лео его бесценную статуэтку. Но, видимо, бутылка забродившего виноградного сока для Ди Каприо в тот момент представляла всё же большую ценность. Он просто сказал работнику ресторана, чтобы тот отдал забытую статуэтку впереди сидящему приятелю. Вообще, в этом году телевизионный рейтинг церемонии вручения оказался минимальным за последние восемь лет. В целом её посмотрело 34 миллиона 300 тысяч зрителей, а это худший показатель с 2008 года. Однако это по-прежнему самое популярное неспортивное ТВ-шоу в американском эфире. Как вы можете помнить по Дейли за 16 и 29 октября 2015-го, компания Vivendi возвращается на игровой рынок и планомерно скупает акции Ubisoft. На данный момент ей принадлежит более 10% этих ценных бумажек. Тогда же мы отметили, что по некоторым данным руководство Vivendi поставило перед собой задачу выкупить французское издательство вообще с потрохами, что директоров Ubisoft совершенно не устраивает. С тех пор прошло 4 месяца, и время показало, что ситуация действительно серьёзная. Руководитель Ubisoft Ив Геймо за последние несколько недель провёл ряд встреч примерно с дюжиной потенциальных инвесторов в Монреале и Торонто. Хоть Ubisoft официально и французская компания, но основное производство она держит именно в Канаде. Поэтому задействуются именно канадские акционеры, с помощью которых Геймо надеется сохранить контроль над капиталом. Он также заявил, что рад будет и инвестициям от канадского правительства. Геймо считает, что влияние Vivendi очень сильно навредит деятельности Ubisoft, и ей ни в коем случае нельзя давать власть. Сейчас у него есть время до сентября. В начале осени состоится заседание акционеров, где и в Угеймо необходимо получить более 50% голосов в пользу того, чтобы Vivendi не имела возможности вносить изменения в совет директоров Ubisoft. А что касается мобильного гиганта GameLoft, в котором директора Vivendi тоже усмотрели лакомый кусочек, то тут похожая ситуация. Совет директоров GameLoft единогласно постановил, что предложение Vivendi не соответствует интересам компании, а условия, по которым Vivendi увеличила свою долю среди акционеров GameLoft, оценены как недружественные и связанные с введением в заблуждение владельцев акций, не дающих права контроля. Как и Ubisoft, GameLoft намерена сохранить свою независимость. Похожее издательство Take-Two собирается анонсировать на E3 2016 несколько крупных проектов. Как заявил президент компании Штраус Зельник, Take-Two выступит на грядущем шоу с небывалым размахом. Из уже подтвержденных презентаций ожидаются мультиплеерный шутер Battleborn и третья часть Мафии. Но это явно не всё. Есть существенная вероятность, что в середине июня состоится анонс продолжения экшена с открытым миром Red Dead. Может быть продемонстрирована новая игра Кена Левина, которая на этот раз не имеет отношения к Bioshock. Возможно, именно на этом мероприятии повторно анонсируют шпионский экшен-эйджент, о разработке которого было объявлено ещё на E3 2009, и который, судя по тому, что Take-Two регулярно продлевает права на эту торговую марку, всё-таки не отменён. И, наконец, запросто могут представить крупное сюжетное дополнение для GTA V, анонс которого мы ждали ещё в прошлом году. Конечно, можно также помечтать о сиквелах Bully и Manhunt, но они маловероятны. Хотя и не исключены. Наращивание мощностей Microsoft по объединению PC и Xbox в единую экосистему под названием Universal Windows Platform продолжается. Уже этой весной гоночный симулятор Forza Motorsport, который всегда был одним из главных украшений Xbox, впервые за свою десятилетнюю историю появится на компьютерах. Речь идёт о специальной версии – Forza Motorsport 6 Apex. Она будет бесплатной, и, естественно, скачать её позволят только из Windows Store. Это будет именно та же Forza Motorsport 6 от студии Turn 10, но несколько урезанная, и с тем отличием, что она исключительно онлайн-эвэ и с возможностью микротранзакций. Платить реальные деньги можно, если желаете раньше времени разблокировать какой-то контент. На момент релиза Apex предложит 63 машины и 20 трасс в шести локациях, и будет постоянно расширяться. PC-версию Forza Motorsport 6 водрузили на базу нового графического ядра DirectX 12 и добавили поддержку 4К-разрешения. Анонс Apex прозвучал вместе с заявлением главы Xbox Фила Спенсера о том, что следствием объединения платформ станет более частое обновление консольного железа. То есть Microsoft просто будет регулярно, возможно ежегодно, отправлять на рынок Xbox One с улучшенной начинкой. По аналогичной схеме работает та же Apple со своими смартфонами. Таким образом решается проблема, при которой к концу своего жизненного цикла консоль уже безнадёжно устаревает. Благодаря этому можно будет выпускать и на PC, и на консоли игры с одинаковым уровнем графики и поддерживать актуальную функцию обратной совместимости. Также на PC и Xbox One всё чаще станут появляться игры с единым мультиплеером. 2 марта 1983 года мир увидел первый в истории компакт-диск. Он был продемонстрирован в Великобритании компаниями Philips, Sony и Polygram и стал для того времени настоящей сенсацией. Хотя существует легенда, что компакт-диск создали на самом деле не Philips и Sony, а американский физик Джеймс Рассел, работавший в компании Optical Recording. Якобы уже в 1971-м он продемонстрировал своё изобретение для хранения данных, делал он его для личных целей, желая предотвратить царапание своих виниловых пластинок иглами звукоснимателей. Он был страстным любителем классической музыки. Но, как и многие меломаны того времени, Рассел часто расстраивался из-за ухудшающегося со временем качества записи на виниловых пластинках. Сам физик говорит, что летом 1975-го в его лабораторию наведались представители Philips и невысоко оценили его работу. Они сказали, что это очень хорошо для хранения данных, но вы не можете приспособить это для видео или аудио. И уже спустя два месяца после экскурсии по лаборатории изобретателя Philips представила компакт-диск, практически точно такой же. Так что, возможно, появлением CD мы во многом обязаны Баху и Бетховену, которых Рассел так любил слушать в 60-х на грамм-пластинках. Кстати, еще есть легенда, что диаметр диска в 12 сантиметров выбран потому, что он соответствует размеру стандартной подложке под голландское пиво.